Единственный в истории СССР маршал двух стран. Дважды Герой Советского Союза и Кавалер Ордена Победа. Это все о Константине Константиновиче Рокоссовском. Именем героя названа улица в Бобруйске. Будущий герой родился 21 декабря 1896 года в семье Поляка Ксаверия Рокоссовского и белорусской Антонины Овсяниковой. Наверняка и поэтому он называл разработанную, успешно проведенную белорусскую наступательную операцию «Багратион» своим любимым детищем. И не только поэтому. Это герой войны Рокоссовский. Точно сильной историей не знаю, знаю, что герой войны. Есть памятник там в начале улицы. Знаем Рокоссовского, что он участвовал в освобождении Бобруйска. Рокоссовский важный герой Советского Союза, маршал Советского Союза. И сейчас мы идем по улице, названной в честь его. Большая часть жизни мужчины связана с Белоруссией. Он участвовал в самых главных битвах во время Первой и Второй мировых войн. Великой Отечественной войны. Таких как битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы. И, конечно, операция «Багратион». «Багратион» разрабатывал Рокоссовский, Василевский и Жуков. Стратегической изюминкой было предложение Константина Константиновича нанести удар по двум главным направлениям, что обеспечивало охват флангов противника на оперативной глубине и не давало последнему возможности маневра резервами. Планы раскритиковали, но все же осуществили. И вот операция началась утром 24 июня 1944 года. В рамках белорусской операции Рокоссовский успешно проводит Бобруйскую, Минскую и Люблино-Брестскую операции. Успех сильно произошел ожидания советского командования. За два месяца была полностью освобождена Беларусь, отбита часть Прибалтики и освобождены восточные районы Польши. Практически полностью была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Также вышел указ о присвоении Рокоссовскому звания маршала Советского Союза, а через месяц он получил первую звезду Героя Советского Союза. После этого Сталин при обращении к Рокоссовскому называл его имя и отчество. От Верховного можно было даже услышать «Мой Багратион», обращенный Константину Константиновичу. «У нас нет Гинденбургов, но у нас есть Рокоссовский», обронил как-то Иосиф Виссарионович. Даже враги признавали полководческий дар нашего маршала. В частности, немецкий фельдмаршал Эрнест Буш говорил, «Если нашего Ромеля называют «Лисом пустынь», то Рокоссовского можно назвать «Львом степей и лесов». Еще немцы называли его «Генерал Кинжал» за острые неожиданные прорывы, разврывавшие их оборону. Это ли не основание для присвоения его имени улицы в городе, которые освобождали воины Рокоссовского? Сегодня она соединяет две магистрали, носящие имена Григория Орджоникидзе и Юрия Гагарина». 29 июня 1944 года Бобруйск благодаря Константину Константиновичу Рокоссовскому был освобожден от трехлетней фашистской оккупации.